В Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Нет, 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 нет. В Либертии статуя? Да. Выше только статуя свободы. Именно с ней сравнил монумент Салавата Юлаева шведский легионер. Набережная Уфе – одно из любимых мест Линуса Уморка. Сюда он водил семью, когда они приезжали. Здесь гуляет с женой в свободное от хоккея время. В Уфе я живу с супругой, но что касается родителей, то я привык находиться вдали от них, с детства в разъездах. Мы общаемся по интернету, и это помогает. Но родственники Линуса думают иначе. Общение через монитор предпочитают живые встречи. То и дело, на Уфу-арене появляются персональные болельщики 67-го номера юлаевцев. В гости к хоккеисту в Уфу уже приезжали отец с тестем, лучший друг и один из братьев. Линус – отличный парень, ведь он женат на моей дочери. Они много лет вместе. Я верю, что самый лучший матч в жизни моего сына еще впереди. Не он выбрал спорт. Наоборот. Вопрос, кем станет младше, и сыновей и уморков в семье даже не обсуждался. Два его старших брата тоже профессиональные хоккеисты. Кузен Линуса, Даниэль Хендриксон и вовсе чемпион мира в составе сборной Швеции. В детстве ничего, кроме хоккея, вообще не интересовало. Эта игра была моей любовью или наваждением. Мой интерес номер один. Сейчас у меня есть другие увлечения, но тогда был только хоккей. А вообще я люблю смотреть фильмы, играть в гольф и кататься на серфинге. А вечером можно посидеть с друзьями. Но Линус в игре и вне льда – это два разных человека. Сосредоточенный, быстрый и агрессивный на площадке, в обществе он становится улыбчивым и открытым. Готовым к самым смелым экспериментам. Например, стать ведущим программы на БСТ. Это реально прямой эфир, правда? Я не знаю, что сказать. Готовить к эфиру его практически не пришлось. Уморку только подцепили микрофон, показали камеру, на которую надо работать, и запись началась. Здравствуйте и добро пожаловать в мое утреннее шоу. У меня сегодня нет гостей, но я попытаюсь что-нибудь сделать сам. Меня зовут Линус Умарк, номер 67 в Салават Юлайве. Заметьте, ни одного нецензурного слова. Он научился на собственных ошибках. Однажды на всю Уфо-арену озвучил весь словарный запас великого и могучего. Правда, в эфире произносить можно не все. Плохим русским словам меня научил один из тренеров Салавата. Каждое утро он спрашивал меня, как дела, я отвечал нормально. А он говорил, что ты должен сказать вот то плохое слово, которое я однажды сказал со сцены. Тогда я не знал, что одно значит, а теперь знаю. Скромный, улыбчивый, открытый, но, увы, не золотой. Каждый раз Умарк останавливался в шаге от звания чемпиона мира. Что в юниорах, что в молодежке. Да и две бронзы мирового турнира во взрослом хоккее, конечно, приятны. Но гораздо лучше носить золотую медаль. Ну, однажды в полуфинале мы были в семи секундах от победы. Вели и 2-1, но потом пропустили и проиграли по булитам. До сих пор обидно, когда вспоминаю. Но, может быть, в будущем я возьму золотую медаль. И Лину Сумарк готов бороться. Пожалуй, это самое главное.